Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня в студии Георгий Плиев. Смотрите выпуски. Смотрите выпуски. Смотрите выпуски. Смотрите выпуски. Смотрите выпуски. Смотрите выпуски. Примеры отваги и героические поступки, которые сотрудники ОМОН проявили в ходе отражения грузинской агрессии в августе 2008 года, навсегда останутся в истории Осетии. Смотрите выпуски. 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 и государства. Как я буду выглядеть в глазах своих родителей, которые думают, что я самый лучший? А ведь каждый родитель думает о тебе. Врач-нарколог Элла Джиоева рассказала о методах вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотиков, взаимосвязи, наркомании и преступности. Она подчеркнула, что наркомания – это смертельно опасная болезнь и проблема, которая решается очень трудно и не имеет на сегодняшний день достаточно эффективных методов лечения. Все знают, наверное, кто-то слышал, но не может быть, чтобы человеку было уже 13-14-15 лет, не говоря уже о более взрослых, кто не слышал о том, какие последствия несет за собой употребление наркотиков. Это и очень страшные ломки после приема, это различные осложнения передозировки, смерть от передозировок и очень нехорошие другие заболевания, типа вот с ПИДом, венелическим заболеванием. Встречи в подобном формате будут продолжены. Анжела Кукоева, Азамат Кудзеев, Зарей Марсоева. Информационный выпуск сегодня. В пресс-центре информагентства «Спутник» прошел видеомост Москва-Минск-Сухумцкин вал на тему партнерства без границ. Инициатором встречи является общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России». Эльвира Тебелова подробнее. В начале видеомоста был представлен ролик о деятельности организации, ее целях и задачах. В этом году «Союзу женщин России» исполняется 83 года, отметила ее председатель Екатерина Лахова. Наша организация «Союз женщин России» с хорошей историей уже 83 года в этом году нашей организации исполняется. Я бы хотела сказать, что мы сотрудничаем со многими женскими организациями стран мира, и в том числе и странами СНГ. Одной из главных задач, которую мы сегодня поставили, это формирование команды, команды обычных. Идет формирование команды через самое главное наше звено, которое у нас, мы говорим, первичная ячейка, это наш женсовет. Они развиваются повсеместно. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала о некоторых благотворительных проектах. В частности, была оказана помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников СВО. Очень много проектов по многодетным семьям. То есть те, кто нуждает, знаете, я перечислила сейчас категории, которые очень нуждаются в помощи, в внимании. Самое удивительное, что не то, что даже может быть это какая-то финансовая помощь, это какая-то там другая, но она в числе очень нужна с точки зрения общения, в том числе доброго человеческого отношения. И вот как раз женсоветы у нас работают именно так. О деятельности и проектах подведомственных организаций рассказали представители Абхазии и Белоруссии. Речь шла о приоритетных направлениях, над которыми ведется работа. Председатель общественной организации Лига женщин Южной Осетии Жанна Засеева рассказала о том, как после окончания войны в 2008 году создавалась организация. В этот непростой период первыми ее членами стали матери, потерявшие своих детей. Лига женщин Южной Осетии в рамках международного движения «Бессмертный полк» ведет совместную активную работу по поиску воинов, пропавших в период Великой Отечественной войны. На сегодняшний день из них уже обнаружено 1519. Жанна Засеева выразила благодарность инициаторам и организаторам видео-встречи. Произнося слово «мир» и «женщина», мы уберяемся в том, что в мире все женщины одинаковые. Одинаковые со своими проблемами, со своими какими-то мечтами. Так получилось, что и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке женщины во всех сферах деятельности. Да, и здесь точно так же у нас. Но есть такая заповедь, когда нужно, то встает женщина рядом, мать, служить Отечеству, ближнему. И вот такое время было у нас в 2008 году. Член общественной организации «Лика женщин» Бейла Гоглоева отметила, что в республике будет запускаться программа, ориентированная на оказание всесторонней помощи педагогам-матерям. Поддержка будет затрагивать все сферы, начиная от здравоохранения и заканчивая административным сектором. Педагог является автовой мамой на момент пребывания ребенка в образовательном учреждении. И более того, именно педагог своим грамотным подходом может воспитать и вложить в ребенка те необходимые качества, которые на данный момент мы обсуждали на этой площадке. Мы попытаемся немножко разгрузить педагога как маму, чтобы она могла полностью погрузиться в этот образовательный процесс. Мы считаем, что именно педагог воспитывает и дает миру ту личность, ну, конечно, после семьи, после матери, формирует именно такую личность, которая может отстоивать свои интересы, где бы он не находился. Вот эта традиционно ориентированная личность, достойная, умеющая отстаивать свои интересы, сохраняющая свои традиции культуры и умение передавать их последующим поколениям. Доцент кафедры русского языка Юго-Остинского госуниверситета Элиса Гоглоева рассказала о роли женщины в современном остинском обществе. Она также обратила внимание собравшихся на необходимость выхода на мировой уровень посредством возможного диалога с международными женскими организациями. Считаю необходимым объединить все наши усилия и разработать единую программу действий, способствующих развитию мирного диалога и способствующих сохранению национальных семейных ценностей, наших традиций, которых испокон веку придерживались наши предки. Я думаю, что наши усилия должны повенчаться успехом, и голос женщин должен звучать с высоких международных трибун. Считаю необходимым также наше участие в международных форумах женских. И я предполагаю, что мы найдем понимание с женским сообществом мира. Южная Осетия открыта к диалогу, и она хочет включиться в этот диалог с тем, чтобы внести свой вклад в развитие мира во всем мире. В заключительном слове Екатерина Лахова отметила, что необходимо проработать новые пути дальнейшего укрепления связей и сотрудничества между организациями. Она пригласила коллег встретиться на апрельском фестивале «Сочинская весна». Эльвира Дебилова, Арнольд Харебов, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Своё 65-летие отметил хирург высшей категории, член Российского и Международного общества пластических и эстетических хирургов и Российского артероскопического общества, кандидат медицинских наук Казбек Кудзаев. Празднества прошли в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова. Имя Казбека Кудзаева известно далеко за пределами Осетии. Профессионал про таких часто говорят – врач от Бога. Он помог сотне детям с самыми сложными диагнозами, а тысячи пациентов оставляют лучшие отзывы в адрес прославленного врача. С юбилеем ещё и творчески одарённого доктора поздравляли друзья, коллеги, пациенты. Среди почётных гостей мероприятия заслуженный артист Южной Осетии Игорь Тасоев. Мне поступило предложение от легендарного врача, нашего соотечественника, жителя Северной Осетии, но он легендарный врач не только в Осетии и не только в России, во всём мире. Казбек Кудзаев. Сказать, что мне было приятно, это значит ничего не сказать. Мне было очень приятно, что оказал такое доброе внимание. Я, конечно же, согласился. Он не только врач, но и очень творческая личность, поёт очень красиво и танцует красиво. Юбиляра поздравил и глава Северной Осетии Сергей Миняйло. В самом начале, когда пока шли торжественные слова и награждения, вышел поздравить его на сцену глава Республики Северной Осетии Сергей Иванович Миняйло. Его поздравления были очень дороги, потому как всегда человек обращает на то особое внимание, когда и главе Республики это приятно. Клиника Казбека Кудзаева подготавливает ежегодно около 800 специалистов во всём мире. То есть ими подготовленные специалисты живут и в Европе, и в Латинской Америке. И вот буквально в конце апреля месяца его пригласили, чтобы он провёл курсы в Йоханнесбург, в Южноафриканскую республику. Вот такие люди у нас живут. Известный осетинский режиссёр, народный артист Южной Осетии Аким Салбиев и народный артист Южной Осетии Феликс Сарикати, пользуясь случаем, адресовали слова признательности и любви осетинскому народу. Спасибо, я хотел, чтобы мои пожелания не просто услышали, но увидели меня живьём. Я 10 лет не был в Южной Осетии, мне надо каждый раз подтверждать моё звание Народного артиста Республики Южной Осетии. Поэтому предлагаю сделать кинофестиваль стран, признавших Республику Южная Осетия. Это очень легко ваш покорный слеза, Ким Салбиев, посольство Москвы, соберёт эти фильмы. И ещё, ну, пора уж сделать ретроспективу моих фильмов. Потому что пригласите, никто же не видел авторские версии фильмов о Васо Абая, Вято Кате, о величайшей Марьевине Светлане Адрхаевой, о гениальном дирижёре Веронике Нударовой. Я очень люблю Осетию, но Южную Осетию я всегда говорил, и говорю, и буду говорить. Я люблю больше, чем... Ну, не в обиду никому, конечно. Обязательно я буду ездить, потому что я очень люблю эту потрясающую природу этих гостеприимных людей. Они мне очень близки, в принципе, в этом мире на свете. Я бывал там очень много. Как добавил Игорь Тасоев, получился красивый музыкальный вечер, который доставил большое удовольствие всем гостям. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Прогноз погоды на завтра. Это всё на сегодня. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова